Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я сильно влюбился в своего фитнес-тренера. Ну что же, влюбленность и любовь замечательные, хорошие чувства, и в этом абсолютно ничего ужасного или плохого нет и, вероятно, быть не может. Но давайте сначала попробуем разобраться в целом, что это за чувства. Я имею в виду, в целом, что это за чувства любви и влюбленности. Как вы понимаете, что это именно любовь, как вы понимаете, что это именно чувство влюбленности. Как все это вы понимаете? Как оно ощущается? В каком или в каких контекстах оно чувствуется? Чего вам хочется, скажем так, для человека в этом контексте, чего хочется самой? Только так, наверное, можно в какой-то степени определить чувства влюбленности и любви. Иногда тоже чувствую с его стороны внимание, веселый легкий флирт, но это не то, что я хочу. Вот. Здесь у нас ситуация несколько проясняется. Когда вы говорите о том, что это не совсем то, чего вы хотите, тут мы уже говорим про определенную вашу потребность, то есть невозможность принятия человека так, как он есть. Не принимая от человека то, что он вам дает здесь и сейчас, по факту, вы, в общем-то, говорите не о любви, а о страсти. Вещи разные. Как к этому относиться и как проявляется страсть и любовь, нужно выяснять индивидуально. Он несколько месяцев назад расстался с бывшей девушкой. Если расставание было тяжелым, у него травма, соответственно, нужно с одной стороны, чтобы прошло время, с другой стороны, чтобы он эту травму прожил. Иначе проблемы будут тянуться и в отношениях с вами, если они начнутся. Иногда мне намекают, что надоело одиночество, только когда спрашиваю, почему ты без настроения. Ну, смотрите, опять же, что значит намекают? Тут нужно по возможности, по возможности я подчеркиваю, исключить вероятность того, что вы неверно или субъективно интерпретируете его какие-то высказывания и какие-то слова. С другой стороны, спросите, пожалуйста, себя вот о чем. Это очень важный, как мне думается, как мне представляется. Это очень важный момент. Спросите себя в следующем. Хотите ли вы, хотите, хотите ли вы, чтобы человек вступил с вами в отношения только потому, что он устал от одиночества? Спросите, пожалуйста, себя об этом. Вот, потому что это очень важный момент. То есть, отдаёте ли вы сами себе отчёт в том, по сути, что человек был бы не против вступить с вами в отношения только потому, что ему надоело одиночество? Понимаете? Это нормально? Вот такая постановка вопроса. Именно, именно, ну, именно для нас. Вот. Как вы сами к этому, к этому, к этому относитесь? Не будет ли такого, например, что вы же сами потом человеку как-то будете предъявлять за то, что вот ты со мной только потому, что хотел, там, не знаю, быть один? Ой, не хотел, не хотел, не хотел, не хотел быть один и так далее. Вот. То есть, вот этот момент, на мой взгляд, крайне важно вам преследовать. Потому что, на мой взгляд, в этом кроется серьезная проблема. Хотя вы, конечно, можете, опять же, с этим быть не не согласны с этой историей, да, и с этим, ну, вот, с этим контекстом. Вот. На мой взгляд, повторюсь. Вот. Дальше. Он не делает серьезный шаг ко мне, такое ощущение, что у него пропало доверие к любви, но все еще ждет настоящую любовь. Здесь снова ваши домы, ну, домы, 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 Вот. На мой взгляд, по крайней мере, здесь снова ваши, ваши домы, домы. домысливаете, 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 что это не так, а может быть это не так. Вы этого сам из нас наверняка не можете, потому что это другой человек, как и у него мысли, что он хочет, когда-то, но вы без понятия, это нормально. Вот. Поэтому здесь вы, по сути, опять же, домысливаете. домысливаете именно за него. Вот. А чем это говорит? Ну, вот, в первую очередь, о чем это говорит? То, что вы, ну, домысливаете, домысливаете за него. То, что вы домысливаете за него, говорит о том, что вам другой человек как бы интереснее, чем чем вы и сами. Вот. Понимаете, какая штука? И у этого момента есть свои причины. Какие причины? Нужно выяснять. Вот. Всегда ли вы так делаете? То есть, всегда ли вы домысливаете за другого человека то, что вот вам, например, кажется и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Или же вы это делаете только 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 с ним. Вот. В любом случае, в любом случае, на мой взгляд, в этом есть серьезная проблема, что вы, значит, пытаетесь вот человека в этом смысле понять, потому что понять человека в этом смысле и в каком бы то ни было другом у вас не получится, потому что как бы абсолютным таинством является мысль другого. Именно поэтому так важно говорить. Вот. Дальше. Значит, выпьешь, чего не делаешь серьезный шаг ко мне, это первая проблема. или... А, нет, я ошибся, первая проблема сейчас будет. Хочу сказать ему, как сильно люблю, но боюсь, что взаимостей не будет. Смотрите, если вы хотите сказать человеку, что сильно вы любите, но боитесь, что взаимостей не будет, то извините, пожалуйста, эта история, эта история, не совсем про любовь, в таком случае. Вот. Эта история не совсем про любовь, потому что вам важно здесь не то, что вы чувствуете. ну вот, допустим, ну не то, что вы чувствуете сам, а вам важно, чтобы была вейна. Вот. И каким образом это про любовь к человеку. Для меня остается загадкой. Надеюсь, вы понимаете мою мысль. вот. Она заключается именно в том, что возможно, только возможно, вы несколько путаете две разных вещи. Любовь и решение какой-то своей проблемы. ну например, вот решение проблемы, допустим, страхотвержения, к примеру. Да? Вот. Ну вот, то, что вы описываете, то, что вы описываете, это вот страхотвержение. К сожалению. и, соответственно, опять же, мешать это в одну кучу, да, то есть смешивать или говорить, что вот это там там про любовь, да, это проблем, ну я бы, наверное, не стал. Это было бы не совсем, на мой взгляд, корректно. вот, все-таки вещи это несколько, несколько разные, как минимум. Понимаете, да? Дальше идет. Вторая проблема, некрасивая, чтобы первая, чтобы девушка сама первая призналась к любви. Почему? Откуда эти стереотипы у вас? Что в этом некрасивого? Ну, какая разница, кто первый признается в любви? Вот. Любовь же еще почувствовать надо. Любовь, любовь же еще заметить нужно. Вот. А если человек заметил ее, скажем так, позже вас, если у него сейчас есть некоторые проблемы, то это это ну вот по такой логике вашей логике должно означать, что вы должны просто сидеть и ждать, пока он согреет, сидеть и ждать, пока он почувствует любовь. короче говоря, не совсем понятно, что здесь некрасивого. Вот. Что некрасивого в том, чтобы сказать человеку о своих чувствах, которые у вас есть. Но в рамках того, что вы боитесь невзаимности, конечно, это приобретает смысл. В рамках того, что вы боитесь невзаимности, конечно, это выглядит совсем иначе, это выглядит как то, что вы под некрасивостью стараетесь избегать проявления своих ощущений, своих чувств, потому что боитесь отвержения, вот, потому что вы не уверены в себе, вот, и в общем и целом так вы как будто бы с этим справляетесь, вот, ну, я полагаю в совещании, очевидно, что справиться с этим у вас не получается, вот, ну, наверное, скорее всего не получится, потому что это ваши чувства, потому что вы сейчас от своих чувств получается просто сбегаете вы от них, просто бежите, ну, вот, и в общем-то ничего абсолютно хорошего из этого, на мой взгляд, по крайней мере, вот, получиться не может, вот, то, как, то, как вы объясняете себе, почему не надо становиться в любви, да, это вот уже рационализация, не знаю, как поступить, спешите вы, не знаю, как поступить, что-бы-что, вот, как поступить, для чего, давайте на этом попробуем обратить по возможности ваше внимание, да, вот, постараемся этот момент увидеть, потому что это, опять же, такой, важный, как мне кажется, аспекты, элементы, ситуации, которую вы описываете. Да, как-то поступить нужно, но какая цель? Да, как-то поступить вам хочется, но для чего? Постарайтесь ответить себе на эти вопросы. Вот, я думаю, что, если вы сможете это сделать, вот, то многие вещи, для вас в том числе, станут несколько более понятными. С одной стороны, живу по принципу, кто не рискует, от небежного банского, а если ему, если надеться, все приятно, если откроют души, с другой стороны, боюсь, что после моего признания потеряю с ним даже дружескую связь, потому что он тренер и ведет себя как учитель иногда. Учитель не означает дружбу, как тренер. Это дружба не означает. Дружба означает равенство. Вот, дружба означает равенство. Помогите жить спокойно и подтолкнуть его к действиям. Я его очень сильно люблю, очень. Но психологи не подталкивают клиента к тому, чтобы он подталкивал к действиям другого. Это манипуляция. А вот жить спокойно нужно увидеть, чтобы вам жить спокойно, нужно увидеть, какую проблему вы пытаетесь решить. Свою, я имею ввиду, проблему. Как-то так, как-то так, я полагаю. А, на этом все, на этом все. я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что для себя какие-то выводы вы сделать сможете, понять, я надеюсь, что что-то вы для себя постараетесь понять, вот, и, собственно говоря, дальше уже сами и решите, какую проблему вы хотите решать. Вот. Ну, в смысле, сами определитесь. Вот. как-то так. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.